мне интересно все таки дальнейшее продолжение всего вот этого смысл который ведется и что касается агнца потому что у меня честно говоря уже такое впечатление после этих слов что здесь не животные но если мужеского пола это вообще животных идет речь в жертвоприношении или нет и кровь на домах но такое впечатление что прям вот какая-то черная какие-то чернушные дела творились и поэтому народ египетский то действительно в ужасе был получается так ты бы испытала 10 казни египетских тебе наверно тоже все показалось ужасом но суть то в том что народ нес золотые серебра они просили давайте давайте ну ладно теперь давай попробуем с тобой разобрать 600 тысяч мужчин 600 тысяч мужчин а как ты думаешь жены с ними были ну наверное были даже вот можешь не отвечать были а дети с ними были здесь говорит кроме детей то есть там еще на детей прибавлять а теперь прибавляем мужчина одна жена допустим мужчина не две не три жены да хотя у них были наложницы мы помним да у этих несчастных рабов были наложницы были рабы рабынь да много чего то есть у одного мужчины могло быть несколько наложниц но я считаю что это вот пускай 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 мы считаем как у нас принято один мужчина одна женщина допустим даже вот самым-самым маленьком таком раскладе это получается уже миллион двести человек уже миллион двести человек но там же еще и дети были но семьи-то многодетные потому что фараон жаловался на то что расплодились они больше чем мы египтяне это вот в прошлой передаче это все дело читал но я считаю сейчас по самым-самым скромным меркам вообще давай возьмем два ребенка это получается два миллиона четыреста а если семьи были шесть восемь человек там уже десятку миллионов подходит понимаешь но мы считаем самый-самым скромный один мужчина одна жена и двое детей два миллиона четыреста человек а старики были ну конечно же были бабушки там дедушки еще кто-то по самым скромным меркам я не умножаю на два как это на 4 не умножаю что там например дедушка 1 дедушка 2 там по материнской линии бабушка по мужской бабушка там вторая по материнской линии я не читаю хотя бы мы считаем столько же сколько мужчин 600 тысяч хотя бы хотя надо прибавлять это ну в четыре раза больше да получается уже три миллиона уже три миллиона человек. А теперь мы сюда добавляем еще фразу множество племен разных добавим. Допустим, что еще один миллион. Вот смотрите, по-скромному занижаю, в разы занижаю. Если считать по полной, там уже за десятки миллионов заходит, сколько их вышло. Вот я считаю, плюс еще миллион, 4 миллиона человек. И еще плюс стадо весьма большое. А теперь у меня возникает вопрос, как ты думаешь, Лен, а какая нужна площадь, чтобы разместить всех этих людей и чтобы этим стадам было где пастись. Напоминаю, что иудеи не занимались производством хлеба. Они занимались скотоводством. Это были кочевые племена. Они кочевали, они пасли скот. И об этом неоднократно в Ветхом Завете указывается. Там нету производством хлеба. Там есть производство. Они меняли скот на хлеб. И когда вот это были 7 лет самых страшных, когда там по Египту был голод, приходили иудеи, приносили серебро, приносили там орехи, приносили что-то еще, а взамен брали хлеб. Ты как думаешь, вот на 4 миллиона, не на 40 миллионов, не на 10 миллионов, нет, хотя бы на 4 миллиона человек и на стадо весьма большое, которое бы паслось, кормило, и стадо каждый день режут. Сколько нужно с запасом, чтобы вот этим людям, этим стадам жить? Я пока ты говорил, как раз об этом и думала. Думаю, это же какая площадь должна быть? По современным меркам, это довольно-таки крупный город. А вот теперь давай попробуем к науке немножко отойти. Опять же, считаю, по самым-самым скромным меркам. Итак, сколько нам нужно пастбища. Нам говорят, что более 4 миллиона человек размещалось в маленькой пустыне 40 лет. В маленькой пустыне размещалось 40 лет. Итак, средний вес барана взрослого, такого хорошего, где-то 45-50 килограмм. Это у самца где-то 10 месяцев. У яркий там чуть поменьше килограмм, но там и поменьше месяцев. Так вот, в один год, а мы помним, это были скотоводы, скотовод один, скотовод, который питается мясом постоянно, съедает до 135 килограмм мяса. То есть, на 4-х человек семьи, а мы считали, 4-х человек семьи, еще бабушек, дедушек сюда не прибавили, там, получается, вот на всех этих вот людей нужно было 540 миллионов килограмм мяса в год. Либо 12 миллионов баранов. Ну, и овец, естественно. Представляете, да? Это только тех, которых съедают. А еще нужно для поголовья, чтобы оно распространялось. То есть, ну, нельзя взять 12 миллионов и всех их зарезать. Нужно, чтобы было больше баранов там в 3, а то и в 4 раза. Ну, умножим на 3. Получается 36 миллионов овец. А еще там коровы какие-то есть, да? Не забывайте. Ну, так вот, один гектар может прокормить в среднем 12-15 овец. А нам говорят пустыня, Синайская пустыня. Конечно же, 2000 там или там 3,5-4 тысячи лет назад скорее всего она была не такая. Скорее всего. Но нам говорят, что это пустыня. Вот все пустыни, воды нет, и там он жезлом эту воду добывает, вот этого нет, он там иману добывает. Так вот, один гектар прокормит 12-15 овец. Итого, под пастбище нужно 2 миллиона 400 тысяч гектар. Теперь для справки. Синайский полуостров занимает 6 миллионов гектар. Под пастбище нужно было 2 миллиона 400. Весь Синайский полуостров 6 миллионов гектар. Теперь смотрите, какая есть страна, где у нас скотоводы, сплошные скотоводы. Ну, больше всего это Монголия. Площадь Монголия, чтобы стало понятно, 156 и 600 тысяч, ну, 156 миллионов 600 тысяч гектар. Это, естественно, больше, чем то, что Синайский полуостров 6 миллионов. Но на все вот этом, на всей этой площади Монголии, на 2023 год численность 3 миллиона 500 человек. То есть, мудрые монголы живут на площади, которая позволяет и лошадям, и коровам, и опцам, и баранам гулять, и чтобы они вообще эту степень уничтожили. Понимаете? Представим, что там были лучшие условия. Представим, что можно было на меньшей площади жить большему количеству людей. Представим это. Но все равно, когда мы себе представляем вот это вот количество там от 4 миллионов до 15 миллионов человек, которые живут в одноэтажных домах, палатках, шатрах, хижинах, у которых огромное количество пастбищ, чтобы это все дело не вытоптать и 40 лет так жить, ну посчитайте, что весь Синайский полуостров был бы полностью вот прямо напичкан и домами, и пастбищами, а может быть еще и за пределы Синайского полуострова все это выходило. А нам рассказывают, что жили они в уединении, питались манной небесной, пили из источника, который Моисей добывал, и с камня разбивая его посохом. Еще вопрос. Дровишки-то откуда? Представляете, такое огромное количество людей живет там и добывает себе вот это дерево. Может быть, после них как раз Синайский полуостров стал такой пустыней, что они там все вырубили и потом оттуда уже сдвинулись, потому что больше рубить было нечего. Ну так, мысли вслух. Ну вот, такая интересная ситуация. Что скажешь по этому поводу? Полная версия этого видео доступна подписчикам на Бусти ту слэш славрадио. Части этой программы будут появляться на ресурсах Народного Славянского Радио и на сайте славрадио.орг. За новыми выпусками следите на сайте Народного Славянского Радио. Продолжение следует. Продолжение следует...